ПЕСНЯ Наша земля вобрала в себя эпохальные события, наполнявшие просторы дикой степи. Земля, которая впитала в себя кровь воинов многих поколений и звуки происходивших здесь сражений. Где, удалившись от шума городов, можно услышать звуки стука копыт и звона тетивы, исходящие прямо из-под ног. Где ковыльное море степи плавно перетекает в просторы Азовского мелководья. Где хмельные запахи степного разнотравья смешиваются с сизым дымом заводских труб. Где медлительные реки рассекают выходы архейских гранитов и устремляются к берегам Меотиды, минуя по пути территорию уникального заповедника Хомутовская степь. Степь весной успокаивает взгляд путника широтой равнин, убаюкивает плавным рельефом, превращает его в точку, поглощенную простором, и вызывает ощущение полного слияния с ярким ковром буйного разнотравья. Я ли это растворяюсь в густоте степных ароматов? Не моя ли душа взмывает жаворонком в небо и рассыпается трелью по оврагам и балочкам? Не мои ли руки гладят заковыленные склоны курганов? Не мои ли уста припадают к родниковой прохладе ручьев, бьющих из древнего камня? Явь и сон смешивают степные ветра, погружая путника в легкий транс, вызывая благоговение перед силами природы и благодарность Богу за счастье жить. Экая ширь, Господи помилуй! Пойди-ка, найди счастье! Движение по степной дороге завораживает. Просторы, раскинувшиеся вокруг, путника очаровывают, а порой возникающие на возвышениях каменные идолы уводят мысли в давнее прошлое сложной и противоречивой судьбы родной земли. Антон Палыч полулежал в коляске, медленно продвигающейся по степной дороге. С утра как-то нездоровилась. Легкая ломота ощущалась в костях и суставах, а путь предстоял немалый. Да, степные холмы. В синеватой дали, где последний видимый холм сливается с туманом, ничто не шевелилось. Сторожевые и могильные курганы, которые там и сям выселись над горизонтом и безграничной степью, глядели сурово и мертво. В их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку. Пройдет еще тысячи лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, немало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собою. Весной 1887 года Антон Павлович Чехов предпринял длительную поездку по Приазовью, побывав в Таганроге, Новочеркасске, Луганске, Святых Горах. Полученные впечатления от Донецких степей были опубликованы в рассказе «Счастье» и «Повести степь». Почти столетие спустя, в 1977 году, Сергей Бондарчук снял по повести «Степь» одноименный фильм. Съемки степных пейзажей проходили у нас, на просторах заповедника «Хомутовская степь». Во всем, что видишь и слышишь, начинает чудиться торжество красоты, молодость, рассвет сил и страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной, суровой Родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья, чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные. И сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв «Певца! Певца!» Охрана природы при всей многогранности является прежде всего нравственной проблемой. Поэтому все объекты природно-заповедного фонда, помимо основной своей деятельности по сохранению и возрождению ландшафтного и биологического разнообразия, большое внимание уделяют просвещению и образованию. И в этом деле переоценить роль музея просто невозможно. Есть такой музей и в заповеднике «Хомутовская степь». И очень приятно отметить, что недавно его экспозиция пополнилась новым экспонатом, вот этим самоваром, который изготовлен в городе Москва во второй половине XIX века. А чтобы понять его значимость, я вернусь немножко в историю. Наш славный земляк, ну, земляк, потому что Таганрог совсем рядом с Хомутовской степью, Антон Павлович Чехов, большой знаток и певец степи после впечатлений от поездки по Приазовью, которую он совершил в 1887 году, написал повесть «Степь», которая была издана на следующий год, в 1888 году. Эта повесть, как говорят, была написана душой. И это станет понятно позже, когда через 90 лет наиболее известный, я бы сказал, даже всемирно известный, самый титулованный советский и российский режиссер Сергей Федорович Бондарчук решил сделать экранизацию этой повести. Правда, в прокат она пошла уже как драма, но это не меняет значимость. Съемки проводились в заповеднике Хомутовской степи. А поскольку Сергей Федорович всегда большое внимание уделял достоверности материала, то он максимально старался использовать все местное и предметы вот того периода, о котором он делал фильм. Так в фильме появился этот самовар. И это не эпизод, потому что 10 минут экранного времени он присутствует и его все видят. Кушайте на здоровье. Такие редкие гости. Такие редкие. Там, где всходит солнце, алая заря, там земля живая, воздух и вода, стены золотые, тонкая река. Там, где я родился, там моя земля. Многие писатели посвятили проникновенные строки о писании южно-русской степи. Как признанные классики Николай Гоголь, Алексей Толстой, Антон Чехов, так и наши современники. Иван Костыря, донецкий писатель, был частым гостем заповедника Хомутовская степь. Исходил его вдоль и поперек и оставил нам свою думу о Хомутовской степи. До чего же легко, до чего же вольно и отрадно дышится в родной Донецкой степи. Дышу и не надышусь, и не чуя в себе по отдельности ни ног, ни рук, ни тела, будто весь растворился в тугих потоках свежего воздуха, чуть приправленного душистым полынком, что сизеет окрест по склонам балок, холмов и степных курганов. Перед глазами зыбится знойная даль в текучем мареве под полуденным солнцем. Она уплывает, уплывает от меня, и я словно бы тоже плыву вслед за нею и над всем привольем, обретя внезапно незримые крылья и став невесомым. Благо, на необозримых пространствах бывшего дикого поля, среди разбросанных по нему древних могил курганов и каменистых отрогов Донецкого кряжа, остались с незапамятных времен заповедные степи. Да еще в том же первозданном виде, какими они были и десять, и более тысяч лет тому назад. И их точно такими видели наши далекие пращуры. В глубокой проникновенной тишине и покое, наедине с цветущей степью, тебя по временам охватывает наваждение, будто это их прах или дух глядит на нас глазами цветов. Либо в том или ином глазастом цветке, по каким-то немыслимым кодовым или генным законам природы, запечатлился и сохранился на века их взгляд. И всякий раз, возрождаясь, цветы словно бы воскрешают их взгляды и глядят на нас глазами далеких потомков. Поддаваясь нечаянному наваждению, мысленно вопрошаешь себя, не с укором ли глядят предки из-за того, как мы по-варварски, вовсе не по-сыновнему, обходимся составленной нам в наследие отеческой землей. Или с невыразимым сочувствием и скорбью при виде наших бед и того, что мы по-прежнему, как и они в свое время, не можем нынче наладить на ней мирную и достойную человека жизнь. А быть может, они глядят с чувством вины, покаяния, с мольбой о прощении за былое осквернение здешних пределов подступными междоусобицами, войнами, кровью и насильственной смертью. И помаргивая всеми цветами радуги, подают нам из прошедших веков упреждающие сигналы, взывают не повторять их роковых ошибок. Но в совокупности своей, в единстве и ярких, и неброских оттенков, цветущая степь – это все же гимн вечно обновляющейся, вечно торжествующей жизни на земле. 24 августа 1926 года, почти 100 лет назад, Хамутовская степь обрела статус заповедника местного значения. Решение было принято Мариупольским окружным исполкомом. Это решение было не спонтанным. Ему предшествовал ряд фундаментальных исследований, ученых-ботаников Михаила Васильевича Клокова, Юрия Дмитриевича Клеопова и директора Мариупольского кровеческого музея Ивана Пантелеймоныча Коваленко. После победоносных русско-турецких кампаний конца 18-го столетия Восточное Приазове активно осваивают донские казаки. Земли войска Донского простираются вдоль моря вплоть до реки Кальмиус. Казачьи династии и сегодня берегут наказы предков в приазовских поселках. Казачьи традиции и сегодня сильны в селах Хамутово, Коньково, станице Новониколаевской, ныне Новоазовск и других поселениях. Значит, село Хамутово образовано на диком поле, так называемом, где селились люди, ну никакой власть, кроме своей выборной, не признающей. Бывший хутор Хамутовский название получил от наказного атамана Хамутова, который организовал станицу, так называемую, Новониколаевскую. И Хамутово был хутор юрта Новониколаевской. Возрождение казачества здесь, в хуторе Хамутово, началось задолго до войны, еще в 2003 году. В основном работа велась среди молодежи, ну и подтянули стариков, тех родовых казаков, которые здесь оставались. Конечно, не все, конечно, подтянулись, но масса была солидная. В общей сложности до 50 человек числилось в составе организации. Это в Хамутово? Только в Хамутово. Работа велась с детьми в каком плане? Это военно-патриотическое воспитание. В первую очередь, обучение верховой езде, работа с шашкой, разборка-сборка автомата, стрельба с воздушкой. Сейчас, конечно же, с 14-го года, немножко возможностей побольше, уже ребята стреляли из боевого оружия. В 2014 году, так же, как и практически по всему юго-востоку Украины, прокатилась волна протестов против пришедшей к власти в Киеве антирусской коалиции, антирусской силы, которая сплотила население Донбасса в единое целое. Под зарю вечернюю солнце к речке клонит, Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит, Только пуля казака с коня собьет. Только пуля казака в степи догонит, Только пуля казака с коня собьет. Из сосны березы ли саван мой со стругом, Не к добру закатанная эта тишина, Только шашка казаку во степи подруга, Только шашка казаку во степи подруга, Только шашка казаку во степи подруга, На Ивана холод ждем, а в святке лето снится, Сной махнем, не глядя мы, а на бургу метель. Только пуля казаку во степи подруга, По истории известно, что эта территория Принадлежала области войска Донского. Это самая западная станица, Новониколаевская, войске Донском, Основана в 1849 году. Эта территория непосредственно, Она принадлежала войсковому атаману Михаилу Григоровичу Хамутову, Который был атаманом с 1849 по 1862 год атаманом. За его бытность построена станица Новониколаевская И, по сути дела, держал на этом месте Было татарское селение, которое называлось Новая Кубань. Но после смерти Хамутова, благодарные казаки-хамутовцы В честь его имени переименовали это селение в селение Хамутово. Эта территория принадлежала, Земли были, принадлежали станице, И выпасали здесь молодняк лошадей, И так она называлась в народе Табулина. Отложи косу свою, а бабка на немного, Да поем, чего уж там было б далеко, Только песня казаку во степи подмога, Только с песней казаку помирать легко. Только песня казаку во степи подмога, Только с песней казаку помирать легко. Ковыль, трава степная, В наше сознание она вошла как поэтический образ Наравне с курганами, воспетыми во многих песнях. И отношение к нему особо трепетное. Вон, там, вблизи урочища дальние терны, Что обрываются на левом берегу грузков и еланчика, Стелется, переливается серебром под лучами Восставшего над степью солнца. Живой неоновой волной перекатывается Этот, будто седой от времени, шелковистый ковыль. А в поле травинка с Богом говорила, Ой, маю, маю, маю зеленой, Меня девки стептали, Ой, маю, маю, маю зеленой, Меня девки стептали, Молодухи сломали, Ой, маю, маю, маю зеленой, Потерпи травинка, потерпи зеленой, Ой, маю, маю, маю зеленой, Стою на вершине кургана, Посреди хамутовской заповедной степи, И чувства и память обостряются от того, Что рядом со мной высится на кургане, А вернее стоит, слегка наклонившись вперед, Будто встречая пришельцев Идва приметным поклоном, Каменная баба. Для чего их ставили на курганах, Этих каменных идолов? Были ли то прообразы тех, Кто погребался в курганах? Или это обобщенный образ племени Или божества, которым они поклонялись В дохристианскую эру И совершали под для него культовые обряды? Иные же склонны были считать их Своеобычными древними верстовыми столбами, Которыми метили кочевники Путь своего продвижения в славянские Вольные, необжитые от упору земли. Нашими специалистами был в июне Осуществлен выезд в Хамутовскую степь, Где мы осмотрели каменные извояния, Находящиеся на территории данного заповедника. Всего там было представлено Около 22 извояний. Из них 18, это большинство, Являются, конечно же, Половецкими извояниями. В ходе осмотра Было предварительно получено Осмотренные характеристики. Мы выяснили систематизацию, То есть, в каком состоянии Каменные извояния. Провели их замеры И определили предварительный их возраст. То есть, большинство, как я уже сказал, Это Половецкие извояния, Но есть 4 скифских И одно предположительно скифское, Но у нас есть сомнения. Место удивительной притягательной силы. Попадая сюда, Возникает ощущение, Что здесь сходятся своего рода Силовые линии времени. То есть, из прошлого через настоящее, Где вот в том месте, где стоишь, Они уходят в будущее. По левому берегу Русского и Ланчика Располагается Располагается наш знаменитый заповедник, И он пересекается несколькими балками, Где мы видим обнажение известняков. Это говорит о том, Что в очень давние времена Здесь был Древний океан какое-то время, Потом появилась уже твердь и суша. Мы имеем очень простую задачу на самом деле. Мы должны двигаться вдоль этих силовых линий, Сберечь, сохранить и передать будущим поколениям Эту красоту, которую мы здесь можем сегодня видеть. Так уж устроен человек, Что где бы он ни был, Куда бы ни забрасывала его своенравная, Зачастую непредсказуемая судьба, И в какие житейские передряги он не попадал, В его памяти, Да что там в памяти, В самом сердце, Неизменно, До самого последнего предела, Теплится, как островок надежды на спасение И веры в лучшую участь, Стойкое чувство малой родины. К ней, точно к матери, Обращается он и в трудную годину, И в часы полного отчаяния, А равно и радости. Ибо это щемящее, С годами тревожно, Почти ностальгически, Если волею случая или обстоятельств Оказывался оторванным от родного порога, Нарастающая привязанность к отчьей земле Дадена нам свыше И унаследована от отца с матерью, И потому устойчиво, Помимо нашей воли и желания, Передается из поколения в поколение В твоем роду. Звучит песня Субтитры создавал DimaTorzok